О катастрофе Титаника повествуют солидные научные труды и душесчипательные романы, художественные фильмы, телесериалы, мюзикл и опера-реквием. И, конечно же, на протяжении сотни лет человечество пытается установить подлинные причины трагической гибели лайнера-гиганта. Поисками истины заняты ученые, моряки, писатели, журналисты и просто любознательные люди. Специалисты и дилетанты выдвигают все новые гипотезы и пытаются ответить на вопрос, что же все-таки произошло в холодных водах Атлантики в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Столкнувшись с айсбергом, Титаник затонул во время первого же рейса, что погубило самый большой, роскошный и безопасный лайнер в мире. Изучая материалы о гибели судна, нельзя не поразиться огромному количеству досадных просчетов обусловивших трагедию 1912 года. Отдавая дань комфорту, конструкторы Титаника разделили корпус лайнера всего на 16 водонепроницаемых отсеков. Этого было явно недостаточно. К тому же все стенки отсеков доходили лишь до ватерлинии, а сверху герметичные отсеки были полностью открыты. Свою лепту в цепь трагических ошибок внес и капитан Титаника Смит. Получив несколько радиограмм о ледовой опасности, он тем не менее вел судно на полной скорости. Вдобавок матросы, дежурившие на наблюдательном посту, были лишены биноклей, поэтому не смогли вовремя заметить роковой айсберг. Стремясь избежать неминуемого столкновения с ледяной глыбой, помощник капитана Мэрдок отдал команду «Лево руля». В итоге под удар попал подставленный правый борт лайнера, и айсберг повредил сразу шесть водонепроницаемых отсеков. В дальнейшем эксперты указывали на то, что Титанику следовало таранить айсберг носом. Тогда разрушения ограничились бы двумя отсеками, и судно оставалось бы на плаву. А сигнал о помощи, посланной радистами Титаника, слишком поздно. А малое количество спасательных шлюпок. А отсутствие плана эвакуации пассажиров, которое привело к полной неразберихе и хаосу во время катастрофы. Цена всех этих оплошностей – 1513 человеческих жизней. Не меньше ошибок сделали и специалисты, изучавшие обстоятельства гибели легендарного лайнера. В 1912 году были проведены два официальных расследования причин катастрофы. Однако выяснить всю правду так и не удалось. Наследствие оказывали давление собственники затонувшего корабля, босса судовой компании «Уайт Стар». Пытаясь снять с себя ответственность за трагедию, владельцы Титаника не жалели денег на подкуп свидетелей и экспертов. В итоге история гибели роскошного лайнера оказалась покрыта завесой недомолвок и прямых вымыслов. Некоторые заблуждения были опровергнуты лишь через много лет, когда свои показания предоставил главный свидетель апрельской драмы 1912-го – сам погибший лайнер. В 1985 году останки Титаника обнаружила экспедиция американского океанографа доктора Белларда. Год спустя Беллард и его коллеги приступили к систематическому изучению затонувшего судна. Научные изыскания, проводившиеся на 4000-метровой глубине, преподнесли исследователям немало сюрпризов. К примеру, выяснилось, что корпус Титаника разломлен пополам. Носовая часть была отдалена от кормы на 640 метров. Видимо, в момент погружения лайнера под воду, когда его нос был полностью затоплен, а корма поднялась на значительную высоту, кель судна не выдержал давления и попросту переломился надвое. А ведь в свое время авторитетные комиссии, поддерживая владельцев компании White Star, уверяли всех и каждого, что такое не могло произойти, даже теоретически. Исследования Белларда внесли ясность и вопрос о повреждениях, полученных Титаником, в результате столкновения с ледяной горой. На протяжении 74 лет считалось, что айсберг проделал в корпусе лайнера огромную пробоину длиной 90 метров. Изучение останков Титаника опровергло эту непреложную истину. Нос корабля увяз в иле, поэтому рассмотреть его нижнюю часть не представлялось возможным. Однако в той части корпуса, которая была доступна для наблюдения, ученые не нашли ни малейших следов грандиозной пробоины. Позднее низ Титаника, погребенный под 20-метровым слоем ила, обследовали с помощью ультразвука. И что же? Вместо одного длинного разреза в обшивке правого борта была обнаружена цепочка из шести небольших отверстий. Суммарная площадь пробоин, погубивших самое надежное судно в мире, оказалась равной квадратному метру. В свое время конструкторы Титаника утверждали, даже после самой страшной аварии, лайнер продержится на плаву от одного до трех дней. Реально океанскому великану потребовалось менее трех часов, чтобы уйти под воду. Почему же все-таки Титаник затонул так быстро? Пролить свет на это обстоятельство могло дальнейшее изучение останков сального гиганта. В 1994 году кусок корабельной обшивки, найденный экспедицией Бласко, был передан в лабораторию Канадского министерства обороны в городе Галифакте. Работники лаборатории решили подвергнуть его так называемому тесту Шарпа, определяющему хрупкость стали. Суть теста состоит в следующем. Опытный образец, закрепленный в специальном зажиме, должен выдержать удар 30-килограммового маятника. Компанию обломку Титаника составил кусок стали, используемый в современных судах. Он был взят для сравнения. Перед испытанием оба образца держали в спиртовой ванне при температуре 1,7 градуса Цельсия. Такой же была температура морской воды в месте гибели лайнера. Современная сталь выдержала проверку с честью. В результате удара металлическая пластина лишь согнулась. А вот фрагмент Титаника был разбит на две части. Возможно, он стал таким хрупким, пролежа 82 года на Дне Атлантики. Канадским исследователям удалось достать образец 80-летней стали с белфасской судоверфи, где в свое время строился Титаник. Тест Шарпа он перенес не лучше своего затонувшего собрата. По мнению канадских ученых, это обстоятельство сыграло роковую роль в ночь на 15 апреля 1912 года, когда злополучный айсберг врезался в борт лайнера великана. Если бы обшивку Титаника изготовили из качественной вязкой стали с низким содержанием серы, она бы в значительной мере смягчила силу удара. Металлические листы просто вогнулись бы вовнутрь, и повреждения корпуса оказались бы не столь серьезными. Возможно, тогда Титаник бы был спасен или, по крайней мере, оставался бы на плаву в течение долгого времени, достаточного для эвакуации большей части пассажиров. Результаты подводных исследований на Титанике, подтолкнувшие одних исследователей к опытам в области металлографии, заставили других усомниться, а действительно ли апрельская трагедия 1912 года была вызвана встречей стального гиганта с гигантом ледяным. В 1987 году на место катастрофы Титаника прибыла французская экспедиция «Шапаза». Французы обследовали затонувший лайнер с помощью мини-подлодки «Наутилус» и глубоководного робота «Робин». А 20 сентября 1987 года пятый канал французского телевидения поведал всей стране ошеломляющую новость. Оказывается, причиной гибели Титаника стало вовсе не столкновение с айсбергом, а пожар, который вспыхнул в трюме злополучного судна. При этом журналисты телеканала сослались на авторитетное мнение участников экспедиции «Шапаза». Дескать, французские водолазы обнаружили значительное разрушение в средней части погибшего лайнера. Между тем, в носовой части, которая во время удара об айсберг должна была пострадать больше всего, серьезных повреждений не оказалось. По всей видимости, утверждали апологеты новой гипотезы в одном из угольных бункеров Титаника произошло самовозгорание угля. Команда попыталась тайно ликвидировать пожар, но это ей не удалось. Огонь распространился по всему трюму, а затем вызвал взрыв парового котла. В результате этого страшного взрыва судно пошло ко дну. Кстати, в рассказах нескольких кочегаров, переживших гибель знаменитого лайнера, действительно фигурировало неясное упоминание о каком-то пожаре. Что же касается айсберга, то он просто не вовремя оказался поблизости от Титаника. Сообщение о новой интерпретации трагических событий 1912 года облетело всю планету, но затем на теорию большого пожара обрушилась беспощадная критика специалистов. Выяснилось, что повреждения в средней части корпуса Титаника, обнаруженные французами, сами по себе спровоцировать кораблекрушение не могли. Вероятнее всего, они уже возникли в момент погружения судна под воду. Тогда нос лайнера стал перевешивать корму, и в результате корабельная обшивка подверглась значительной деформации. А как же пожар? Он действительно вспыхнул в угольном бункере номер 5, но, во-первых, имел исключительно локальный характер, а, во-вторых, был благополучно потушен еще днем, 14 апреля. В общем, пожарную гипотезу достаточно быстро сняли с повестки дня. Однако вскоре на смену ей пришло другое, не менее оригинальное предположение. В середине 90-х годов многие западные издания порадовали своих читателей очередной сенсацией. Легендарный «Титаник» погубила немецкая подлодка. У авторов этой версии есть свои веские аргументы. К 1912 году германский военно-морской флот пополнился усовершенствованными субмаринами типа «У». То время до начала мировой войны оставалось немногим более двух лет. Неизбежность вооруженного столкновения между Великобританией и Германией была очевидна. И когда «Титаник» отправился в свой первый рейс, поданных кайзера Вильгельма осенила великолепная мысль испытать новую германскую технику, пустив ко дну технику британскую. Коварная вражеская подлодка подошла к «Титанику» глубокой ночью и торпедировала его. В качестве прикрытия немцы использовали удачно подвернувшийся айсберг. Чтобы потопить гигантское судно, субмарине пришлось выпустить по нему сразу несколько торпед. Вот каково происхождение шести небольших пробоин, обнаруженных в корпусе лайнера. Имеются также показания пассажиров «Титаника», которые спаслись на шлюпках и плотах. Той ночью многие из них видели неподалеку какой-то странный свет, напоминавший луч мощного прожектора. Возможно, это всплыла на поверхность германская подлодка. Ведь ее экипажу наверняка хотелось понаблюдать за тем, как гордость британского судостроения медленно погружается в морскую пучину. Рассказы о грандиозном пожаре и вероломной субмарине были достаточно сенсационными. Но все это цветочки по сравнению с версией, выдвинутой европейскими исследователями – Гординером и Вандерватом. Их книга «Загадка Титаника», вышедшая в Англии, моментально стала бестселлером. Авторы книги утверждают, знаменитый лайнер не пошел ко дну 15 апреля 1912 года, а преспокойно оставался на плаву вплоть до середины 30-х. Нет, катастрофа, конечно, была, но вот только погиб в роковую апрельскую ночь – отнюдь не «Титаник». В 1907 году владельцы судовой компании «Уайт Стар» задумали постройку трех однотипных лайнеров-гигантов – «Олимпика», «Титаник» и «Британика». В 1910-м в строй вступил «Олимпик». Да вот незадача! С первого же дня эксплуатации огромное судно стали преследовать всяческие беды. Во время спуска на воду плавучий гигант врезался в дамбу. После этого аварии сыпались на «Олимпик» одна за другой. Самой серьезной из них стало столкновение с крейсером «Хоук». Лайнер получил серьезные повреждения и был поставлен на ремонт в белфастские доки. Собственники злополучного судна быстро осознали, что стальной исполин не приносит им ничего, кроме убытков. К тому же «Олимпик» вовремя не был застрахован, а в дальнейшем ни одна компания уже не соглашалась страховать лайнер «Неудачник». Между тем, в одном из доков Белфаста по соседству с «Олимпиком» стоял его брат-близнец, еще недостроенный, но застрахованный на кругленькую сумму «Титаник». Тут-то у босса у «Уайтстар» возникла счастливая идея – поменять плиты с названиями судов, затем под видом «Титаника» отправить в плавание наспех отремонтированный «Олимпик», спровоцировав аварию, затопить убыточный лайнер и в итоге получить «Титаническую страховку» – миллион фунтов стерлингов. А что же собирались делать с пассажирами лайнера «Смертника»? Их должно было спасти какое-нибудь другое судно из числа принадлежавших компании. Изощренный план был успешно реализован. Вышла лишь одна досадная накладка. Лже «Титаник» слишком рано столкнулся с ледяной горой и слишком быстро затонул, в результате чего людей с него снять так и не успели. Ну а настоящий «Титаник» под именем «Олимпика» еще долго бороздил океанские просторы и мерно окончил свою карьеру в 1935 году. Вот такую гипотезу предлагают нам господа Гординер и Вандерват. По мнению самих исследователей, она объясняет многие странные обстоятельства. Почему, например, капитан «Титаника» Смит, опытнейший моряк, вел свое судно на полной скорости в таком опасном районе? Ведь накануне он получил шесть радиосообщений о скоплениях айсбергов. Почему незадолго до катастрофы у дозорных лайнера были отняты бинокли? Почему в момент столкновения помощник капитана отдал команду повернуть судно, подставив под удар наиболее уязвимую часть «Титаника»? Наконец, еще одна необычная деталь. Всего за несколько часов до выхода «Титаника» в море 55 высокопоставленных пассажиров отказались от плавания на роскошном гиганте. Среди них собственник судна «Морган» и его компаньоны. Они будто предчувствовали, какая участь ожидает их детище. В общем, аргументов у Гординера с Вандерватом достаточно. А что говорят вещественные улики? Участникам первой экспедиции, обследовавшей затонувший лайнер, удалось сделать снимок грибного винта. На нем ясно виден серийный номер «Титаника» 401, номер «Олимпика» 400. Однако, автор в теории подмены данная неувязка нисколько не смущает. Во время столкновения с крейсером «Хоук», поясняют они, «Олимпик» повредил грибной винт, и владельцы «Уайт Стар» решили переставить на лайнер винт с недостроенного «Титаника». Правда, рупор отдачи приказаний, поднятый с погибшего судна водолазами, опять-таки снабжен номером 401. Но это обстоятельства Гординер и Вандерватт оставляют без комментариев. Как известно, очень многие трагические происшествия со временем окружают ореол мистицизма. Не исключение и гибель «Титаника». Любопытную историю поведал нам в своей книге «Проклятие фараонов» немецкий автор Вандерберг. В 80-х годах XIX века близ Каира была обнаружена прекрасно сохранившаяся мумия Амин-Оту, знаменитой прорицательницы времен фараона Амин-Хотепа IV. Забальзамированные останки извлекли из небольшой усыпальницы, расположенной под храмом. По обычаям древних египтян, мумия была оснащена всевозможными магическими амулетами. Среди них находилось изображение бога Осириса с такой надписью «Очнись от своего обморока, и один твой взгляд сокрушит каждого, кто встанет на твоем пути». Долгое время эта мумия хранилась в Британском музее, но в 1912 году администрация музея продала редкий экспонат одному американскому коллекционеру. К новому владельцу мумия должна была отправиться на «Титанике». Останки почтенной прорицательницы были слишком ценным грузом. Поэтому их не рискнули держать в трюме. Деревянный ящик с мумией поместили за капитанским мостиком. И, как уже упоминалось, капитан Титаника Смит накануне катастрофы ввел себя очень странно. По утверждению Вандерберга, виной этому роковое влияние египетской мумии. Цивилизация осмелилась потревожить священный покой прорицательницы «Вот мстительная дама» и привела капитана Смита в невменяемое состояние, следствием чего явилась гибель огромного пассажирского лайнера. Кстати, 20-летний чиновник, который отвечал за погрузку мумии на «Титаник», через некоторое время скончался от острой сердечной недостаточности. В 1898 году в свет вышел роман малоизвестного английского писателя Робертсона «Тщетность». Широкие читательские массы книгу проигнорировали, и в течение многих лет о ней никто не вспоминал. А речь в романе шла о роскошном океанском лайнере, погибшем в результате столкновения с айсбергом. Пассажиры этого шикарного судна, миллионеры и миллиардеры, чувствовали себя в полной безопасности. Но когда суперлайнер стал погружаться под воду, выяснилось, что спасательных шлюпок на всех не хватает. В общем, финал книги был достаточно печальным. Какое же имя автор выбрал для плавучего героя своего произведения? За 10 лет до начала постройки «Титаника» Робертсон назвал пострадавший лайнер «Титаном». Беспрецедентная цепь совпадений, не правда ли? Но это далеко не все. Писатель указал почти ту же длину судна. У «Титаника» она была 882 фута, а у «Титана» 880 футов. Водоизмещение, количество пассажиров и спасательных шлюпок полностью совпадала также скорость, число труб и грибных винтов. Наконец, в романе фигурировал тот же месяц роковой катастрофы. Апрель. В 1912 году для мистера Робертсона и его сочинения настал звездный час. Всеми забытая книга была переиздана и тут же стала бестселлером. Никому неизвестный романист моментально превратился в знаменитость. Газеты величали Робертсона мрачным гением и основицем. А в многочисленных интервью он уверял, что предсказать трагическую судьбу «Титаника» ему помогло видение. Конечно, все эти материалы далеко не исчерпывают обширного перечня всевозможных версий, гипотез, легенд, которыми постепенно обрастает история знаменитого «Титаника». Их число неуклонно растет, и чуть ли не каждый год мы узнаем о трагедии 1912-го что-нибудь новое. Надежды на то, что в скором будущем поток сенсаций истощится, нет. Затонувший лайнер хранит еще немало тайм.